Александр Выборг, это же тоже Прибалтика, только сейчас обратил внимание, прививка черешни на прикорневую поросль вишни, стоит ли обрезать лишнюю поросль, оставив только привитые столы, или отложить все виды обрезки до весны? Да, только весной резать, ранней весной, чуть-чуть до начала сокодвижения, в крайнем случае опоздали, во время сокодвижения, в это время идет ремонт дерева, в это время это особое состояние, называется сокодвижение, ориентируйтесь по березе, тут уж точно не ошибетесь. Так, теперь, ну вы видели на фотографии, там явно вот внизу полезла подвой, ниже, то есть она привитая, черешня, вот они, листики видно, что это черешня, они живые, они мелкие, это похоже вишни, вот их и отрезать, но опоздали вы, надо было весной делать, сейчас никаких ран, тем более, уже впереди осень, уже сильно они не вырастут, все, не трогайте. То же самое слива привита на терн, ствол терн, так, ствол терна хочу спилить, оставив только привитую сливу, неизвестно, как все перезимует, может придется все перепливать. Так вот, ясно, что до весны ждете, ну у вас терн, да, вот это я понял, так что это был корневой отводок терна, вы привили на него, так, и если вы сейчас правильно рассуждаете, спилите его, терн, а если прививка мертвая, еще пустое место, то, значит, что делаем, правильно, ждем весны. И добавлю еще от себя своего опыта, когда придет весна, вы видите, нормально развивается, у вас есть два пути, первое, мы не видим здесь скелета, можно скелет убирать понемногу, по мере роста, вот с этой стороны, допустим, мощная ветка, вот так, представим себе, что мощная ветка на терне, убрали ее, дали простор, солнце, на следующий год еще, ну если скелетных веток много не бывает, две, три, пять, и каждый год по одной убирать, один путь, постепенно будут заменять. Вот, корни будут продолжать все действовать, потому что здесь убывает, здесь прибывает, еще раз, здесь убывает, это прибывает. Вот это постепенный переход, самый важный, вот так вот, и тогда убьем долго. Продолжение следует...